Здравствуйте, уважаемые зрители! Сложно представить жизнь Церкви без храма и совершаемых в нем богослужений. Однако современному человеку очень сложно понять и полюбить богослужение. Об этом в своей книге пишет наш митрополит Симбирский Новоспасский Лонген «Полюбить церковь». Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Почему так происходит, что люди не могут понять, полюбить действительно богослужение? Ну, я бы не согласился с тем акцентом, который вы сейчас поставили. Дело в том, что как раз понять богослужение можно. Ничего сверхъестественно сложного в этом нет. И те, кто употребил труд для того, чтобы богослужение понять, в 100 случаях из 100 его полюбят. Потому что само по себе богослужение – это очень интересная, красивая, захватывающая, стройная картина мира. Совершенно иного, чем тот мир, в котором мы живем. Другое дело, что есть вот такое понятие, оно такое немножко старинное – леность сердца. Людям как-то вот не хочется себя утруждать. Это ведь касается не только богослужения, очень многих вещей. Очень многие люди живут как-то вот мимо, пробегая мимо массы нужных, полезных, интересных, глубоких, необходимых даже вещей. И считают, что их жизнь вполне их устраивает, и ничего больше им не надо. Вот эта проблема, она проблема вообще современного человека. И, конечно, она касается и богослужения. Само богослужение – это особая жизнь, жизнь со Христом и со святыми. Это то, в чем преодолевается время и пространство. Это необыкновенно красиво, необыкновенно глубоко и необыкновенно интересно. Для того, чтобы понять и полюбить богослужение, нужно приложить определенный труд. Есть масса литературы, которая объясняет, причем раскладывает по полочкам на составные части каждое богослужение, рассказывает о его истории, это тоже очень интересно. И надо просто взять себе труд и начать с этим знакомиться. Кстати, к нам обращались зрители и говорили, почему молитвы не пишут на русском языке. Для церковно-славянского языка есть много аргументов в его пользу. Вообще, дискуссия эта ведется более уже ста лет. Она началась еще до революции в России. О возможности полного или частичного перехода на русский язык в богослужении. Это интересная дискуссия. Вполне можно, опять же, по разным источникам познакомиться и с доводами «за», и доводами «против». Я так, если вкратце скажу, дело в том, что у нас, мы в России имеем очень богатое, сложное культурное наследие. И церковно-славянский язык является не просто одной из его частей, а в значительной степени даже фундаментом. По крайней мере, для русской литературы, для русского литературного языка, наличие церковно-славянского языка, его бытование в богослужении необыкновенно важно. И это, опять же, долгий разговор, этому можно посвятить не одну передачу. Но, тем не менее, аргументы «за» в моем сознании перевешивают. Хотя я согласен, что ничего сверхъестественного, ничего преступного, ничего недозволенного в переводе нет. Пожалуйста, можно перевести. Возникнут другие проблемы, которые будут едва ли не сложнее тех проблем, которые сегодня... Во-первых, проблема с самим переводом. Для этого нужны великие святые и великие поэты, еще и великие музыканты. Собрать все это вместе в одну эпоху, в одно время очень сложно, поскольку богослужение взаимосвязано. Вот, ну, нужно будет... Это вообще перевод богослужения на национальный язык — это общенациональное, общекультурное дело, для которого нужно объединение, и причем такое очень объединение воодушевленных идей и готовых трудиться вместе совершенно разных людей. Я не вижу в наше время такой возможности. К сожалению, до сегодняшнего дня переводом на русский язык занимаются отдельные энтузиасты, которые являются, так сказать, именно энтузиастами этого перевода, и переводят, ну, скажем так, не очень качественно, и все это вызывает такое... К сожалению, скорее даже уныние, когда смотришь эти переводы, ты знакомишься с ними, вот, и сами переводы, и принципы, по которым они делаются, вот. Вообще, для всех наших дискуссий общественных, что в церкви, что вне ее характерна, это одна из таких наших национальных черт, глубокая партийность. А партийность – это то, что мешает делу всегда. Вот тут как-то хорошо бы от нее избавиться. Я не исключаю, что когда-то вопрос этот будет решен. Но решен, на мой взгляд, он может быть адекватнее всего через новый церковнославянский перевод. То есть создание церковнославянского языка, более русифицированного, чем сегодняшний, с изъятием из него наиболее архаических каких-то синтаксических форм и подержных, там, скажем, двойственного подержа и еще каких-то вещей, которые сделают этот язык более понятным. Вот избавиться от древнегреческого синтаксиса и от некоторой лексики, которая действительно устарела и сегодня носит такой сниженный стилистический характер, вот это надо сделать. Но, мне кажется, на этом и нужно будет остановиться. Потому что если мы откажемся от церковнославянского языка, то будет очень плохо. Прежде всего, нашей литературе. Ведь еще по словам Михаила Васильевича Ломоносова, церковнославянский язык выполняет у нас функции высокого стиля литературного языка. Ну, пример тому пушкинский пророк. «Восстань, пророк, и вишки в нем ли исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Это церковнославянский язык. И лексика, и синтаксис. Самое смешное – «Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь» – это тоже церковнославянский язык. Вот вам высокий стиль. Он черпается именно оттуда, из церковнославянского языка. Вот отказаться от этого через 20 лет ни Пушкин, ни Михалков будут непонятны человеку совершенно. Поэтому, конечно, я думаю, что это очень сложный вопрос. Он гораздо сложнее, чем иногда кажется каким-то людям. А что касается церковного богослужения, огромное количество переводов есть в сети. Вы можете просто зайти на Азбукуру, и там каждое богослужение, каждое последование дано в две колонки – на славянском и на русском языке. Читайте, просвещайтесь. Когда человек все-таки дает себе труд и входит в стихию церковнославянского языка, начинает ее понимать, его потом к русскому языку палка не загонишь, потому что церковнославянский намного глубже, он полисемантичнее, чем современный русский язык. Вот там оттенки смыслов, которые, когда человек научится понимать, да, это совершенно другое впечатление, совершенно другое отношение. И он ведь создан для передачи богословских терминов для богослужения. Это не язык, на котором говорили тысячу лет тому назад славяне, нет. Это именно достаточно искусственный язык специально для перевода священного писания в богослужебных книг. А как часто современный верующий должен посещать богослужение? Человек верующий – это человек, который любит Бога. Богослужение – это богообщение, это молитва, это участие сегодня в том событии, которое отмечается. Недаром в каждом тропаре всех великих праздников начинается слово «днесь» по-славянски, то есть сегодня. Не тогда, 2000 лет тому назад, или, допустим, 1500 лет тому назад, мы просто пришли и вспоминаем события давно минувших дней. Нет, мы сегодня, вот сейчас, мы в них участвуем. Поэтому вот спросите у людей, которые любят друг друга, а как часто надо встречаться? Хватит раз в неделю, а может раз в месяц, а может быть через день. Если у людей есть тяготение друг к другу, они хотят видеться как можно больше. Вот так и здесь, если человек любит Бога, если для человека он ощутил вот эту ценность, вот эту важность для себя, богообщение в молитве, в богослужении, он будет стремиться все время, всегда, когда у него будет свободное время. Вот поэтому сложно сказать, вот надо, вот здесь вот еще вот так вот можно, а вот так уже никак нельзя. Ну, минимум, конечно, каждое воскресенье и каждый праздник. Вот, а там уже зависит. Я знавал людей, которые, живя в миру, даже работая на работах каких-то советских, еще старались приходить в храм, ну, на все большие почитаемые праздники, на все субботы, воскресенья, то есть все время были в храме. Ну, вот сейчас даже трудно представить себе, как это было возможно тогда. Но, тем не менее, да, тем не менее, для них это было, это была их жизнь. Это не было частью их жизни, это была их жизнь. Она была именно там. Ну, вот, дальше надо судить самим. Спасибо, Владыка. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы интересовались, что такое кивот? Вот сегодня мы находимся в Спасовознесенском соборе, и среди икон мы можем увидеть вот такое обрамление. В данном случае обрамление позолоченное, без стекла. Вот это как раз называется кивотом. Кивот с греческого переводится «ковчег для святыни». И мы видим в храме не только здесь кивот, мы видим их, они размещаются по стенам, может быть, в домашнем иконостасе, за стеклом. То есть это такой ящик, в который помещают святыню, в которой мы изъявляем должное благовение для того, чтобы ее сохранить, для того, чтобы не подвергалась внешним воздействиям, каким-то перепадам температур, влажности. Вот именно для этого существует кивот. То есть кивот – это такой ящик, рама, закрытый стеклом, для помещения в нее икон или каких-то особо чтимых святынь. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу словарную работу, которая помогает нам ближе познакомиться с жизнью церкви. Сегодня нас спросили о том, что такое лжица. Это предмет из числа священных сосудов, используемых для совершения божественной литургии. Вот сейчас она находится у меня в руке. Среди этих священных сосудов – святой потир, в котором готовятся дары, дискос, на котором они хранятся до начала причастия, звездица, копье и вот такая лжица. Священные сосуды всегда делаются из драгоценных металлов, их стараются украсить позолотой или камнями, или еще как-то выделить их священное, а не мирское употребление. Те православные христиане, которые часто приходят и участвуют в Таинстве Святого Причастия, хорошо знакомы с этими священными сосудами, потому что при помощи лжицы они получают тело и кровь Христову, через которые передается благодать Святого Духа и самая большая спасительная сила, которая передается человеку через Святую Мать Церковь. Добрый день, дорогие братья и сестры! Поступают много вопросов, касающихся пользования четками. Четки появились в III веке из разных источников, есть разная информация. Пахомий Великий пользовался, в IV веке Василий Великий, Антоний Великий. Символизируют они духовный меч. Чаще пользуются им монашествующие, миряне пользуются четками строго по благословению духовника или священнослужителя, которого они исповедуются, для того, чтобы исполнять назначенные им молитвенные правила. Состоят они из бусин разного количества, есть разные практики, когда читаются на Отче наш, другая большая бусина, либо связанная из шерсти шарик, читается Божия Матерь. Но правила настолько разные, что кто-то и богородичные правила исполняет по ним, кто-то читает Отче наш далее более длинную молитву или символ веры, или Богородица Дева Радуйся. Но в любом случае, по благословению, для совершения молитвенного правила и тайнообразующие не на показ совершается молитва по четкам. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Сегодня появился такой вопрос. Я развелась с первым мужем, мы были с ним венчаны, и сейчас выхожу замуж за другого мужчину. Обязательно для этого мне развенчиваться с бывшим супругом, если даже второй супруг не собирается пока венчаться. Вот такой удивительный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, мы должны вспомнить, что такое таинство церковное. Церковное таинство – это такое священное действие, в ходе которого людям передается благодать Божия. Это спасительная сила, ведущая нас к совершенству. И в ходе таинства венчания преподается благодать, которая помогает совместной жизни, которая помогает вместе переносить трудности и встречать радости общего семейного бытия. И вдруг человек предлагает в качестве богослужения эту благодать отнять. Как вы себе это представляете? Неужели на богослужении будут люди возвращать друг к другу те кольца, которыми они обменивались при венчании, или будут снимать с головы венцы и радостно провозглашать в молитвах, что венцы наконец-то сняты, и ничего людей больше не связывает? Конечно, такого священного действия и богослужения в обиходе русской православной церкви не существует. Но само слово «развенчивание» каким-то образом продолжает находиться в обращении и встречаться в разговорах православных христиан или, вернее, людей, которые не очень близки к православной церкви. Что же такое необходимо для человека, который вступает во второй брак? Надо прямо сказать, что если первый брак по какой-то причине распался, чаще всего это бывает взаимная какая-то вина обоих супругов, или по вине одного из супругов, или даже по причине смерти одного из супругов, или есть канонические причины для расторжения брака. Вот если такой брак по каким-то причинам распался, это значит, что данные при венчании слова не были правдой, и что люди не смогли сохранить ту благодать, которую они получили в таинстве венчания. Отдельного богослужения для отмены этих слов и возвращения благодати, конечно, не нужно. Но когда по каким-то причинам после расторжения брака православные люди имеют желание создать новую семью и имеют каноническое право этот брак совершить, в этот брак вступить, то тогда для того, чтобы это священное действие, таинство могло состояться, тогда православные будущие супруги или уже люди, зарегистрировавшие гражданский брак, они должны прийти к правящему архиерею и попросить разрешения на венчание вторым браком. Если к этому нет канонических препятствий, тогда люди получают позволение, разрешение, благословение на это второе венчание, и вот это благословение для каких-то из православных людей по недоразумению называется развенчиванием, прекращением действия второго брака. Конечно, по существу это не так, и брак является таким таинством, освящение которого может быть только один раз, то есть от того момента, когда брак заключается и благословляется церковью, и до окончания, пока смерть не разлучит супругов, а может быть и благословение это передается и за пределы временной жизни, в жизнь вечную. Поэтому я желаю всем тем, кто имеет брак, иметь также и благословение православной церкви на этот брак. Кто еще не венчался, обязательно сходить в храм, обязательно попросить таинство венчания, обязательно попросить у Господа благословения на совместную жизнь, потому что это благословение при бережном к нему отношении, при том, что супруги строят свою семейную жизнь как домашнюю церковь, оно распространяется не только на самих супругов, но и на последующие поколения этой семьи, на их детей, на их внуков и на всех тех, кто с благоговением примет в свою жизнь это уважение к христианскому браку и понесет его как святыню в свое будущее. Братья и сестры задают такой вопрос. Что такое искушение и как правильно понимать это слово? Как понять в жизни, что вот в данный момент тебя искушают? Как дьявол может искушать человека, если в молитве «Отче наш» есть фраза, обращенная Господу, «Не веди во искушение». Получается, что это Господь вводит в искушение. Есть также выражение, что Бог попускает власть впасть в искушение. Что это означает? И для чего случается подобное попущение? Как правильно бороться с искушением? Действительно, в молитве «Отче наш» есть такие заключительные слова, «Не веди нас в искушение». Мы просим у Бога, чтобы Господь нам не посылал испытания, вы же наши сил. Все мы с вами очень разные. И иногда Господь попускает нам испытания для того, чтобы проверить меру нашей веры. И таких примеров иногда мы встречаем множеством в священной истории. Как, например, благочестивые Иаким и Анна не имели долго детей, хотя были праведниками, но Господь испытывал меру их веры. «И они, несмотря на то, что терпели поношение от своих соплеменников, от своих родственников, ибо бессчадие древнем Израиле считалось позором, наказанием за тайные грехи, тем не менее Иаким и Анна не унывали, но продолжали верить в Бога, помня о том, что для Бога нет ничего невозможного. И Господь, видя крепость их духа, крепость их веры, упования на его всеблагую помощь и посылает им утешение в старости, у них рождается благодатная Дева Мария, которой суждено стать Богородицей, через которую Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, чтобы совершить дело искупления человеческого рода от власти грехов, от власти смерти, от власти дьявола. То есть Господь испытывал праведность и веру святых Иакима и Анна. Также и мы иногда, Господь выпускает нам то или иное испытание для того, чтобы испытать нашу веру, нашу преданность Его святой воле. Не всегда мы с вами это правда понимаем. Мы, как малые дети, иногда начинаем капризничать, роптать на жизнь, на судьбу, на Бога, когда у нас что-то получается. Мы хотим все здесь и сразу, но Господь иногда медлит исполнять наши молитвы, зная то, что мы у него просим сейчас, в данный момент, сегодня или завтра, будет нам не полезно, но проходит время. Господь дает нам то, что мы у него просим, если это просимое, будет полезно для дела спасения нашей с вами человеческой души. А искушение – это испытание человека. Вот есть такая замечательная народная пословица «Друзья познаются в беде». Действительно, когда ты богатый человек при большой должности, власти, у тебя столько друзей, которые звонят тебе, надоедают, поздравляют со всеми праздниками, но вот тебя сняли с высокой должности, вот ты из богатого превратился в бедного, разорился, и вот уже телефон твой замолкает. И дай Бог, чтобы из ста человек, которые тебе звонили ранее, позвонили один, два, три, и вот это будут твои истинные друзья, которые дружат с тобой не только когда ты был на коне, но и когда на щите, образно выражаясь, не только когда ты был богатым или при власти, но и стал обычным человеком. То есть, друзья испытываются в беде, так и душа человека, истинное лицо человека проявляется в скорбях, болезнях и искушениях. А в молитве, Отче наш, мы просим у Бога о том, чтобы Господь не посылал нам испытания выше наших сил. Хотя Господь и так знает меру наших с вами сил, душевных и телесных, и никогда Господь не посылает человеку креста выше его сил и возможностей. Но для того, чтобы достойно нести свой жизненный крест, мы с вами должны иметь упование и веру на милосердного Бога. И Господь, видя наше упование, веру, надежду на Его всеблагую помощь обязательно нам поможет и обязательно избавит нас от искушений, превышающих наши человеческие силы и возможности. Поэтому мы все целы должны доверять Богу и надеяться на Его всеблагую волю, помнить о том, что все, что Бог не делает с нами, все делается для пользы, спасения нашей с вами бессмертной человеческой души. А конечная жизнь любого верующего человека — это Царствие Божие. Поэтому и належит здесь на земле быть и скорбям, и болезням, и искушениям. Тем более, что сам Христос никому и не обещает легкой жизни, а напротив, предупреждает. «Если ты хочешь идти за мной, отвержи себя, возьми крест свой и следуй за мной». И чтобы достойно нести крест Господень, те испытания, которые Господь нам посылает для нашего исцеления от греховных болезней, для нашего вразумления, для нашего испытания, мы должны иметь веру и упование на помощь Божию. И Господь, видя это упование и веру, обязательно поможет нам достойно принести свой сильный крест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова